Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Simon CarShop и я его ведущий Саня. На сей раз у нас на обзоре детройтское произведение искусства Cadillac XT5. Наверняка, друзья, вы знаете мою всеобъемлющую любовь к Мерседесам. И, собственно, почему я завел эту тему. Потому что данный автомобиль в своем классе точно уверенно побеждает в споре в гонке этих лидеров. Таких как BMW X3, BMW X4, Mercedes GLC. Так как данный автомобиль входит у нас в единую ценовую категорию с этими именитыми брендами, я могу уверенно сказать, что за данную цену он точно опережает всех своих одноклассников. Так как материалы салона, материалы отделки, плюс этот дерзкий внешний вид, который точно не остается незамеченным в ходе вашего передвижения по дорогам общего пользования. И он однозначно притягивает взгляды прохожих и проезжающих мимо автовладельцев. Собственно, поэтому вы и платите за него такую цену. Если вы не хотите передвигаться по дорогам общего пользования, как и все остальные автолюбители на BMW, Mercedes, Audi, то данная марка это отличная альтернатива за свои деньги. От своего предшественника до рестайлинга он, в принципе, по морде и по задней части практически ничем не отличается. Немножечко изменилась оптика. В целом его харизма практически не изменилась. И это остался тот же добротный Cadillac. Кстати говоря, мой знакомый, когда увидел его в зеркало заднего вида, сказал, что подумал, что изначально это ехал Escalade. Но вот такие вот массивные и дерзкие черты у него присутствуют. Пробежимся по технической части. Данный автомобиль отличается от своего предшественника тем, что на смену двигателю V6 у нас установлен 4-цилиндровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил. К слову, тот же самый агрегат устанавливается и на американскую версию, но там он имеет 240 лошадиных сил. Но учитывая то, что и на американской версии, и на нашей европейской, у него сохранилось 350 ньютон момента, о чем свидетельствует шильдик на задней крышке багажника. Кстати, премиальность данного автомобиля показывает даже тот факт, что General Motors установила у нас газовый упор под капот. А вот Chevrolet Trailblazer, обзор на который я делал не так давно, ссылочку прикреплю где-нибудь здесь или здесь, не удосужился этим и сделала там обычную кочергу. Ну что, говорить приятно. Вот чем мне понравился Cadillac, что они уделяют внимание мелочам тем, что даже декоративная крышка двигателя выполнена в таком интересном стиле, с красивым значком и с надписью Turbo. Выглядит достаточно стильно. Под капотом мы видим 4-цилиндровый турбированный двигатель, огромный воздушный фильтр, аккумулятор. Все как обычно, все как всегда. В принципе, и добавить нам тут больше нечего. Особого внимания в Cadillac заслуживает ее оптика. Согласитесь, выглядит это достаточно интересно, очень здорово. Вот эти вот кристаллообразные такие вот пластиковые штучки очень здорово вписываются в интерьер. А внизу здесь у нас как будто две таких вот, знаете, лампочки, как в школе ставили раньше. Очень похоже, как по мне. Ближний свет представлен у нас LED-оптикой. К слову сказать, светит он, я бы не сказал, что хорошо. В целом дорогу видно, но за эти деньги хотелось бы лучше. О технологичности данного автомобиля говорит тот факт, что взглянув на его переднюю часть, мы сразу можем отметить, что здесь есть и камера переднего обзора, и парктроники, и даже зрачок тепловизора, а также решетка под активный круиз-контроль. В лобовом стекле у нас установлен датчик дождя и датчик света. Отдельного внимания заслуживает у нас передняя решетка, она у нас огромная просто. И самое интересное, что у нас за ней скрывается система электрических заслонок, как в BMW. То есть регулируется подача впускного воздуха, и, соответственно, она может полностью закрываться. На лето я бы порекомендовал, наверное, поставить вам защитную сетку, так как есть вероятность того, что вы можете просто попутными камнями разбить себе радиатор. Ну, на этом с передней части мы закончим, и перейдем к боковой. Так как данный автомобиль обладает кучей комплектаций, и без телефона с информацией вы просто не разберетесь и не запомните, то я, пожалуй, буду немножечко подсматривать. Данный автомобиль у нас в комплектации Sport, о чем свидетельствует тот факт, что у нас черные молдинги, вот эти вот закатанные, и называется эта опция «Оригинальные элементы экстерьера из черного хрома». Также у нас полностью черными выполнены вот эти ручки, установлены 20-е литые диски, и немножечко изменена передняя решетка радиатора. О, нифига себе! Блин, ты смотри! Просто вот новая машина, а молдинг уже отклеивается. И даже вот тут вот в передней части она отклеивается. Мне кажется, что могут быть проблемы с этим молдингом. Так как это у нас комплектация Sport, у нас установлена независимая подвеска Performance с изменяемой жесткостью. В передней части у нас обычная подвеска McPherson, в задней части обычная многорычажка. Но все это вкупе у нас дополняется тем, что в ходе переключения режимов езды у нас меняется жесткость данной подвески. Хочу отметить, что тормозов данному автомобилю более чем достаточно, но в ходе передвижения при резком нажатии на педаль тормоза морда у нас очень чувствительно клюет. Вот прям если вы будете кататься на данном автомобиле, вы поймете и вспомните мои слова. Прям просто вы как на лодке плывете, она у вас вот так вот качается. В целом дизайн данного автомобиля не вызывает никаких сомнений, что он брутален идеален. Поэтому мне нравится, вот честно вам скажу, вот эти вот скосы крыши, в целом выглядит он достаточно гармонично, сочетается с этой мощной агрессивной мордой. Единственное, что я бы вот посоветовал производителям немножечко подкорректировать, порог у нас идет закрытого типа. Так как у нас здесь снизу не установлена защитная резинка, вот эта часть порога у нас остается грязной, и при посадке и высадке вы можете испачкать себе брюки. В целом больше у меня замечаний к боковой части автомобиля и нет. Также автомобиль у нас оборудован бесключевым доступом, об этом свидетельствуют у нас вот эти вот кнопочки на дверях, и на передних, и на задних. То есть со всех дверей вы можете осуществить бесключевой доступ к автомобилю. Единственное, что неудобно, это то, что для того, чтобы открыть закрытый автомобиль, вам нужно будет нажать на эту кнопочку, только после этого он у вас откроется. В 2022 году, конечно, эти технологии можно было бы немножко подкорректировать, чтобы вам уже не нужно было делать два движения, что-то нажимать, а можно было сразу, как в Мерседесе, подойти, взяться за ручку и открыть ее. Также интересно, очень интересно, ребят, об этом вот никто еще не рассказывал, но в данном автомобиле отсутствует пробка топливного бака, то есть сразу вставляется пистолет, а здесь у нас вот такой вот клапан. Достаточно интересное решение, я думаю, что будет пользоваться популярностью у автопроизводителей. Так что, настало время немножечко у нас проехаться и попробовать, как же себя ведет новый Cadillac на дорогах общего пользования. Переключимся в режим полного привода. Вот сразу единственное, что я заметил сразу с первых минут вождения данного автомобиля, это то, что при торможении автомобиль очень сильно клюет носом. Я думаю, это связано с тем, что подвеска у нас настроена таким образом, чтобы максимальная была плавность хода по бездорожью. Но учитывая тот факт, что у нас комплектация Sport, автомобиль оборудован 20-дюймовыми колесными дисками. Соответственно, это вносит свою лепту, и как бы ваша подвеска не была настроена, но даже вот на таких небольших кочках мы чувствуем, что подвеска достаточно жесткая. Возможно, кстати, она будет меняться по степени переключения режимов. То есть, если вы включите режим бездорожья, возможно, она станет чуточку мягче, но это не точно. В целом, когда вы оказываетесь за рулем нового Cadillac... Ааа... Да, подожди. В целом, когда вы оказываетесь за рулем нового Cadillac XT5, вы чувствуете себя сразу в каком-то дорогом премиальном автомобиле, коим он, собственно, и является. Шумоизоляция здесь достаточно неплохого качества, стекла у нас двойные, поэтому излишний шум от дороги вас отвлекать точно не будет. Но, что я заметил, что основная доля шума у нас идет от панорамы. Поэтому, если вы ее закроете, то будет в машине прям вообще тихо, комфортно. Переходя к задней части автомобиля, хочется отметить тот факт, что американцы издавне любят вот эти вот продолговатые линии задних фонарей. Я думаю, что для этого автомобиля оно выглядит достаточно эргономично, достаточно интересно. Поворотники L-образные у нас здесь. И в целом фара, она такая прям вот выглядит свежо, интересно, инновационно. Какие-то здесь ребра охлаждения, то ли жесткости, непонятно. Здесь у нас красуется значок Cadillac, подсвечивается. То есть выглядит это так достаточно интересно. К слову, в комплектации Sport данные фонари у нас не красного цвета, а именно вот такие вот прозрачные. В обычной комплектации у вас будет фонарь немножечко отличаться. Щетка омывателя заднего стекла спрятана у нас сверху. Она загребает у вас всю нечисть наверх. И потом, в ходе того, как она возвращается обратно, она у вас снова всплывает по стеклу, и стекло остается неочищенным. С точки зрения инженерии, немножечко непродуманный момент, но с точки зрения эстетики, у вас здесь не болтается никакой этот дворник. Выглядит это все достаточно интересно. Также у нас здесь установлены две камеры заднего вида. Одна у нас выводит проекцию на зеркало заднего вида, а вторая у нас выводит проекцию на экран. И, собственно, эта камера является элементом камеры кругового обзора. Также вы здесь увидите фонарь заднего хода, декоративный выхлоп. Под ним у нас, кстати, прячутся обычные трубы. Выглядит так все достаточно плотно, достаточно скомпонованно. На мой взгляд, мне нравится. В левой нижней части багажника у нас установлен датчик бесконтактного открытия, то есть открытия без помощи рук. Также багажник можно закрыть. Но у него имеется вот такой характерный затуп, то есть когда вы поднесли ногу, он еще там секунды 3-4 думает, только после этого начинает закрываться. Непонятно, для чего это сделано, но я думаю, это связано с тем, чтобы вы успели выйти из зоны багажника, и чтобы у вас просто не прихлопнуло им. Несколько слов о багажнике. Значит, погрузочная высота у нас здесь порядка 76 сантиметров. Это я уже загуглил, почитал. Не кидайте с меня камнями. При складывании заднего ряда сидений у нас получается ровный пол. В принципе, вы можете перевести здесь даже холодильник. Места достаточно много. Под задней полкой у нас скрывается докатка, которую необходимо будет накачивать, а также комплект крепления сеток и так далее. Ну, собственно, теперь можно перейти в салон. А вот переходя к интерьеру, мы сразу возвращаемся к вопросу о том, что этот автомобиль явный конкурент BMW и Mercedes. Так как качество отделки салона у нас здесь просто высшего уровня. Мне очень нравится, что здесь все деревянные элементы. Это настоящее фактурное дерево на ощупь, оно прямо вот такое приятное, классное, дорогое. Алькантара, кожа напа, все мягенькое. Не могу не отметить тот факт, что органы управления у нас здесь полностью перешли от Chevrolet. Даже вот этот вот круглый барашек открытия крышки багажника, он здесь у нас абсолютно точно такой же, как и в Chevrolet Trailblazer. Да, я уверен, что и в других Chevrolet он точно такой же будет. В данном автомобиле установлена премиальная музыка Bose. Причем не просто Bose, а Performance Series. Играет она просто превосходно. Реально, я бы даже задумался о том, что, наверное, лучше пока музыки. Я в автомобилях данного сегмента точно нигде не слышал. И просто поверьте мне на слово. Открыв дверь в первый раз, я сразу обратил внимание на то, что у нас здесь вот такой вот красивый порожек с подсветкой. Кстати, это опция. И у дилера данная опция стоит порядка 60 тысяч рублей. Не знаю, стоит ли она этих денег, но выглядит это достаточно интересно. Переднее сидение оборудовано у нас электроприводом и подкачкой поясничного отдела. Руль, ребята, очень нравится. Качественная кожа, дерево, алюминий, все как вы любите. Сзади лепестки переключения передач. Но вот прям до руля вообще претензий нет. Очень много кнопок. Все функциональные, все удобные. И подогрев, и переключение песен, мультимедиа, круиз-контроль. Все у нас здесь есть. Все удобно. Вообще претензий к рулю у меня нет. Также слева от руля у нас имеется кнопка стояночного тормоза, шкала регулировки подсветки салона и три кнопки управления проекцией. Собственно, сразу у меня вопрос к мультимедиа и сразу вопрос к кнопке аварийки. Вот как и в Chevrolet Trailblazer, разработчики запихнули кнопку аварийки в самый дальний правый угол. И вот здесь вот. И она непонятна, то ли она сенсорная, то ли она аналоговая под, получается, просто под пластиком. Но бывают такие моменты, когда ты хочешь просто кого-то поблагодарить, и она не с первого раза включается, либо не с первого раза выключается. Короче, достаточно спорное решение. Плюс экран вот этот вот у нас, он у нас глянцевый, и отпечатки от пальцев у нас просто вот его постоянно заляпывают, и он у вас такой становится полуматовый, полузаляпанный, короче, не совсем понятно. Здесь у нас по управлению климатом. Кстати, интересная особенность, после того, как вы садитесь в автомобиле, если температура у нас минусовая, после запуска двигателя автоматически включается подогрев сидений и подогрев руля. Считаю, достаточно удобная опция, не надо лишний раз где-то что-то нажимать, автомобиль за вас сам понимает и сам решает, когда вам нужно вас обогреть. Здесь у нас все достаточно просто, нет каких-то лишних кнопок, все интуитивно, все понятно. В случае с мультимедией можно управлять у нас, получается, климатом, как в электронном сенсорном режиме, так и в аналоговом, с помощью кнопочек и вот этих вот кнопок, которые спрятаны у нас под пластиком. В салоне данного автомобиля просто очень приятно находиться. Все элементы у нас отделаны либо такой, знаете, гладкой кожей напа, либо вот как здесь. Здесь какая-то более толстая кожа используется, но также это натуральные все материалы, красивая строчка. Очень приятно, что здесь все элементы выполнены из натуральных материалов, то есть это алюминий, это дерево, это кожа, все вот прям так очень здорово. Но также у этой кожи есть свои минусы. Автомобиль проехал 10 тысяч километров и вы можете обратить внимание, что на передних сидениях у нас уже имеются характерные заломы от жопа пассажиров. Правильно. К слову, данный автомобиль у нас в максимальной комплектации и оборудован он у нас с движной панорамной крышей. Наконец-то. Значит, по переднему туннелю. У нас здесь BMW-видный селектор переключения передач. Причем, чтобы переключить передачу в положение D, вам необходимо нажать кнопочку слева и отвести рычаг назад. Если вы кнопочку не нажмете, то рычаг у нас никуда не перейдет, ни в какое положение. Соответственно, на нем есть режим мануала, в котором вы будете пользоваться лепестками переключения передач. Также, что хочется отметить, здесь у вас две крутилки. Одна у нас отвечает за мультимедиу, вторая отвечает непосредственно за громкость. Мне, как владельцу Mercedes, очень привычно, чтобы громкость регулировалась у нас вот здесь, в нижней точке положения руки. То есть, очень удобно. Вы едете, рука у вас, никуда там не надо вам тянуться. Просто вот здесь вот прям можете регулировать громкость, не отвлекаясь от дороги. Также из органов управления здесь у нас есть переключение навигации, музыки, кнопка вызова, переключение треков. И с правой стороны кнопка переключения режимов вождения можно перейти в спорт, в полный привод, режим бездорожья и режим переднего привода. А также кнопка отключения системы стабилизации. Для меня, как для владельца айфона, очень удобным был тот факт, что здесь имеется гнездо для беспроводной зарядки телефона. Согласитесь, очень удобно. Вы вставили сюда его и потом просто легким движением руки в любой момент можете достать свой телефон. По подлокотнику у нас здесь имеется специальная ниша для мелочи, а также темочки от предыдущих блогеров. Господа блогеры, будьте аккуратны. Пожалуйста, убирайтесь в салоне. И мусорить не надо. Также здесь вы найдете порт USB, порт USB-C и специальную карточку, карточку навигации. Переходим в заднюю часть салона. Ребят, давайте проведем небольшой эксперимент. Рост у меня 1,86 м. И я сейчас попробую сесть на задний ряд сидений за своими настройками сидения переднего. Посмотрим, что у нас из этого выйдет. Кстати, посадка достаточно удобная. Головой вы здесь не бьетесь. Ну вот, как-то так у нас получается. То есть, запаса перед передним сидением практически нет. Но сказать, что мне тут прям неудобно, катастрофически, я бы не сказал. В целом, посадка здесь достаточно удобная. Задний ряд сидений нового Cadillac XT5 однозначно порадует знакомых и близких владельцев данного автомобиля. Так как для них здесь у нас есть абсолютно все. Это и подогрев сидений, и раздельный климат-контроль. Также у нас здесь есть ниша для какой-то мелочевки. Есть порт USB и USB-C. А также есть хороший подлокотник с подстаканниками. В целом, ехать куда-то на дальнюю поездку достаточно комфортно. И отличная, красивая панорама дополняет этот антураж. Ребят, я долго думал, какой тест придумать мне для Cadillac XT5. И ничего лучше, как тест ледяная Смоленская гора, я не придумал. Так как я каждый день вижу, как вот на таких вот колеях, под которыми скрывается чистейший лед, грязнут просто толпы автомобилей, и постоянно кто-то кого-то толкает. А здесь у нас эта история усиливается еще и тем, что это у нас такая, знаете, 45-градусная гора. И если этот автомобиль на нее заедет с остановкой и с последующим троганием, я буду считать, что он действительно предок внедорожника, скажем так. Погнали, посмотрим, как у нас это получится. Так, ну что, посмотрим, на что ты старушка способна. Включаем режим бездорожья. И погнали. Тут, конечно, горка. У нас тут спрятан лед полностью. И посмотрим. Где-то уклон, я думаю, порядка 35-40 градусов точно здесь есть. Усложним задачу и используем элементы стакады. Да, даже после полной остановки на льду, автомобиль уверенно продолжает цепляться за ледяную поверхность. Круто. Это реально классно. Ну что, дорогие друзья, Смоленская ледяная гора у нас побеждена. Тест, считаю, пройден. Тронулись мы без каких-либо проблем, даже вот на такой 45-градусной горе. Автомобиль прекрасно справился с этой задачей. Поэтому можете точно не бояться. Нигде в беде он вас точно не бросит. По эргономике органов управления все достаточно просто, все интеллектуально, все приятно, ничего вас не отвлекает от дороги. Проекция у нас четкая, достаточно яркая. Даже вот на фоне с белым снегом в принципе вы будете все прекрасно видеть. Кстати говоря, ребят, очень интересная фишка данного автомобиля заключается в том, что при обнаружении опасности у вас начинает вибрировать водительское сидение. Причем, если опасность у вас с правой стороны, то будет вибрировать только правая полужопия. А если слевая, то левая. А если спереди, либо сзади, то полностью вся подушка сидения начинает вибрировать. Также у вас загорается индикация в проекционном дисплее. Прямо такое красное окошечко. Ну, система достаточно интересная и вы точно не пропустите никакую опасность на дороге. Она вам просто не даст этого сделать. Что касательно расхода на данном автомобиле. Производитель заявляет, что расход по трассе у вас будет составлять порядка 8 литров, а по городу где-то порядка 11 литров. Но на деле это выглядит следующим образом. По трассе у вас расход будет составлять порядка 11 литров, а по городу уже все 15. Возможно, это, конечно, зависит от стиля езды. Но вот такие результаты выдает мой бортовой компьютер на сегодняшний день. Также очень крутая фишка в данном автомобиле это то, что здесь имеется тепловизор. Вы можете себе представить, ребята, настоящий тепловизор. Это вот просто... Я когда служил в армии, у нас такие же устанавливались на военной технике. Поэтому это достаточно интересно. Мерседес попытался реализовать это с помощью инфокрасного видения. А здесь это прям вот настоящий тепловизор. Он реагирует на тепло и показывает вам, вот допустим, подсвечивается глушитель, подсвечивается пространство в самом автомобиле. Также здесь есть система опознавания пешеходов, которая на тепловизоре выделяет пешеходов прям в такие желтые квадратики. В целом, друзья мои, и что касается езды, данный автомобиль, если вы берете его в комплектации спорт, надо четко осознавать, что в данной конфигурации, с данными дисками и с данной резиной вы не добьетесь здесь максимального комфорта, будете чувствовать каждую кочку буквально. Поэтому тешить себя грезами о том, что будет комфорт и плавность хода, не стоит. Что касательно разгона и динамики, данный автомобиль даже в этой задушенной европейской версии ведет себя достаточно бодро, уверенно. Ну и особый кайф от езды вам принесет наличие всех этих вот дополнительных опций, фишек, таких как проекция, таких как переключение режимов подвески, ночное видение, дистроники, парктроники, адаптивный круиз-контроль. Все это, естественно, оставит у вас приятное впечатление. Подводя итоги по данному автомобилю, хочется задать себе простой лаконичный вопрос. Купил бы ли я его себе сам? Однозначно да, так как за данную цену данный автомобиль является прямым конкурентом BMW X3, Mercedes-UGLC и по своему качеству он точно соответствует заявленному описанию. С вами был канал Simon Car Shop и я его ведущий Саня. Любите хорошие автомобили и смотрите качественные обзоры. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok